Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Друзья, сегодня хотелось бы поразмышлять на немножко отвлеченную тему. Вот что мы с вами обсудим. Вы замечали, что когда мы совершаем в жизни какие-то ошибки, ну ошибки все мы совершаем и глупо это отрицать, то потом, когда ты начинаешь все это разбирать, препарировать, ну такую анатомию своего поведения, пытаешься разложить по полочкам, то ты думаешь, в какой же момент я все-таки напортачил, в какой момент я сделал что-то неправильно. И часто мы приходим к выводу, что ошибочным было само решение, например, войти в какую-то ситуацию. То есть ошибка была допущена не где-то по ходу уже действия, там по ходу совершения каких-то действий, а в самом начале, то есть было ошибочным само решение во что-то ввязаться. Так вот, друзья, я сегодня хочу на эту тему поговорить, немножко такую любопытную аналогию я вам приведу про покер, про карты, которая мне пришла в голову. Так вот, друзья, часто очень важно просто на самой ранней стадии понять, что то, куда я сейчас готов, допустим, окунуться, ситуацию, в которую я сейчас хочу пойти, она уже изначально для меня проигрышная. И просто не ввязываться в это. Вот, друзья, об этом поговорим более подробно. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали. Ну, смотрите, простой пример. Вы возвращаетесь с работы домой, и у вас есть вариант пойти каким-то людным, освещенным, безопасным маршрутом, либо где-то срезать, пройти через какие-нибудь гаражи, через какой-нибудь пустырь, через лес, ну, не имеет значения. Вы осознанно, осмысленно принимаете решение, допустим, сократить ваш путь, но вы же ранее ходили уже через этот пустырь тысячу раз. Наверняка все знают такие истории, или там машину мы поставили, и идем с гаражей через какое-нибудь, ну, через что-нибудь такое мрачное, страшное и темное. Но при этом мы думаем, блин, ну я же пять лет раньше по этой дороге ходил, ничего со мной не происходило, никто там на меня не нападал, собаки меня не покусали. Значит, и в этот раз все пройдет хорошо. То есть наш мозг работает иррационально, он думает, что если чего-то ранее не было ни разу, то этого никогда и не случится. Мы можем альтернативным способом сделать там какой-нибудь крюк и пройти по совершенно безопасной дороге, где с нами с большей долей вероятности ничего не случится, но мы выбираем риск. Мы выбираем риск, который на наш взгляд таковым не является. И как часто такие ситуации заканчиваются, бывает трагично, но мы же часто слышим истории, что кого-то там похищают, убивают, насилуют, грабят, избивают, все что угодно. И как правило происходит это из-за чего, друзья? Ну не как правило, а часто из-за того, что человек сам пренебрег собственной безопасностью. То есть он, анализируя какие-то свои действия и принимая решения о своих действиях, он недооценил риски и решил, что страшного ничего нет, пойду-ка я через этот лесок и ничего не случится. И потом, когда мы читаем вот подобные, например, какие-то криминальные сводки и видим, что там маньяк каких-то девушек там куда-то заманил или где-то подкараулил на каких-то стройках там или еще где-то, первая мысль, которая нас посещает, ну какого черта вообще человек туда пошел? То есть этого же можно было легко избежать. Но человек туда пошел, значит, сам решил, что, блин, мне туда можно, там не страшно. Надо лишь было просто проявить благоразумие и можно было этих проблем избежать. Но когда это касается лично нас, мы часто этими категориями не размышляем. Мы думаем, ну а со мной-то что случится? Я-то в бронежилете, со мной ведь раньше ничего подобного не происходило. Вот так работает, к сожалению, наша психология. Понятное дело, что неприятности, травмы, опасности, даже смерть может подстерегать нас где угодно. Даже в людном месте, в метро. Ну, знаем мы, друзья, истории, что людей убивают и избивают сейчас везде. Но, согласитесь, что увеличивать риски, да, как говорится, это явно не в нашу пользу. Это отрицательное математическое ожидание. Ну, вот хороший пример, фраза, которая мне нравится. Прыгнув с парашютом, шанс разбиться, ну, в любом случае меньше, чем прыгнув с самолета без парашюта, согласитесь. Поэтому, вот здесь, что стало ошибочным, если вдруг с вами произойдет что-то, когда вы пойдете через этот лес. Ошибочным, друзья, было само решение идти через этот лес. То есть, в самом раннем, на самом раннем этапе эту проблему можно было предотвратить и не допустить негативных последствий. Я одно время достаточно так плотненько играл в покер. Ну, мои постоянные зрители, наверное, об этом знают. Я так периодически об этом рассказываю. Даже иногда тоже по-прежнему поигрываю, но уже на очень небольшие суммы. И больше просто для удовольствия, когда мне там хочется час-другой скоротать в какой-нибудь выходной. И нет там никаких других полезных занятий. Так вот, друзья, смотрите, как этому очень правильно учит покер. В двух словах расскажу для тех, кто вообще не знает, что это за игра. Игра, кстати, крутейшая и очень сильно развивает мозги и логику. И многие вот эти вот заповеди покерные мне по-прежнему в жизни, ну, такую хорошую службу сослужили. Так вот, друзья, покер представляет собой игру, в которой вам раздается две карты. И, соответственно, пять карт выкладывается на стол. Это так называемый флоп, терный ривер. И ваша задача, собрав лучшую комбинацию, используя любые из карт, которые лежат на столе, и плюс обязательно две ваши карты. Вот, собственно, цель получить лучшую комбинацию, чем сидящие оппоненты рядом с вами. И таким образом обыграть их, поставив наибольшее количество денег, ну, то есть большую сумму выманив у своих противников. Так вот, друзья, когда мы получаем две наши карты, то главное вот это решение на префлопе, так называемом, в стадии, когда еще не открылись три карты на столе, это решить. А играем мы дальше эту партию или не играем? Если мы эту партию играем, то, ну, велика вероятность, что мы можем как выиграть, так и достаточно много денег потерять. Разумеется, чем правильнее мы определяем момент, хороша ли наша рука для того, чтобы заходить с ней на флоп, либо она не хороша, вот, собственно, от этого и будет зависеть наш конечный результат. И многие допускают очень важную и такую фатальную ошибку. Они начинают играть абсолютно с любыми руками, но, друзья, в чем коварство этой стратегии? Это так называемая лузовая игра, и игрок, который просто не умеет сбрасывать карты на префлопе, он разыгрывает там более половины рук, или есть даже уникумы, которые играют и еще больше, они часто заходят на флоп в игру с так называемыми мусорными руками. Что это значит? Это рука, которая не имеет никакой ценности. Да, в каком-то проценте она может выстрелить, человек может получить сильную комбинацию и каким-то чудом обыграть тех, кто зашел на флоп с реально хорошими, сильными руками. Но это, друзья, стратегия в значительной степени убыточна. И человек, который часто будет разыгрывать так называемые мусорные руки, то есть принимать неверные решения, заходя на флоп, то есть играть абсолютно со всем, он будет на дистанции с большой долей вероятности проигрывать тем, кто играет флоп только с достаточно хорошей и сильной рукой. И есть еще одно, друзья, коварство. Это так называемые не совсем мусорные руки, а руки средней силы. То есть когда вы заходите на флоп, ну, например, с тузом и второй слабой картой, там туз 7, туз 8, туз 9, то есть слабый кикер тузой, это означает, что вы, ну, как бы будете считать свою руку неплохой, но по факту очень велика вероятность, что кто-то зайдет на флоп с тузом, но с более сильным кикером, там, туз валет, туз дама, туз король и так далее. И вы уже в этот банк можете засадить все свои деньги, потому что будете заблуждаться, что ваша позиция хороша, а по факту она таковой не будет являться. Так вот, друзья, вот все это, что я сказал выше, в жизни давно научило меня одной, на мой взгляд, правильной вещи. На момент, когда ты принимаешь какое-либо решение, причем любое, друзья, решение, это касается личной жизни, это касается работы, это касается досуга, это касается времяпрепровождения, встречи с какими-то людьми, абсолютно всего, что угодно, я всегда задаю себе вопрос. Вот реально по аналогии с покером. Я просто смотрю на ситуацию и анализирую карты, а насколько хороша моя рука, и насколько безопасно и планово выгодно для меня заходить с этой рукой на флоп, то есть играть эту руку. Либо, может быть, мне сейчас лучше сбросить и просто дождаться следующей раздачи. Друзья, я вас уверяю, жизнь чертовски длинная штука, и этих раздач будет сотни, тысячи и миллионы раз. Раз. При этом, если вы стремитесь разыгрывать абсолютно все, то вы часто просто потеряете все свои деньги, не досидев до реально хорошей руки. В жизни спешка не всегда пригодится. И часто, когда мы попадаем в какие-то, ну, такие достаточно дурацкие ситуации, если поразмыслить и вот, скажем, разложить случившееся, опять же, по полочкам, то я часто осознаю, что, блин, старик, а ты ведь лоханулся еще на самом раннем этапе. Ну, какого черта ты вообще в эту историю полез? Ну, например, если речь идет о каких-то там личных делах, да? То есть, ну, ведь изначально расклад был не в твою пользу. Но ты ведь, в принципе, понимал, что это история, которая не будет иметь продолжения, что это история, которая тебе, например, не выгодна, да? Что это история, которая, она не будет для тебя, ну, интересна ни с какой точки зрения. То есть, чего ты хотел, собственно, разыгрывая эту руку? Ты просто хотел побаловаться, ты хотел провести время, ты хотел, ну, что, что, чего ты добивался? В итоге вот весь геморрой, который ты получаешь, происходит именно из-за того, что ты не сбросил эту слабую карту. И поэтому, друзья, вот я сам всегда стараюсь вот таким образом все анализировать и взвешивать. А зачем мне это делать и не приведет ли это к большим проблемам? Ведь, ладно, если я, например, просто захожу с действительно мусорной рукой, понимая это и осознаю, что здесь шансы на выигрыш у меня минимальны. Но куда более опасно, когда ты, недооценив силу своей руки, думаешь, что у тебя все под контролем. А на самом деле у тебя ни хрена ничего не под контролем, и ситуация развивается совершенно не так, как ты того бы хотел. Не ты управляешь ситуацией, а, допустим, твой оппонент, допустим, если речь идет про бизнес или еще про что-то, он как раз уже рулит ситуацией. Ты находишься в положении зависимого, ты находишься в положении просящего, ты находишься в положении слабого. И этого, это ты допустил сам. Единственное, из-за того, что ты посчитал возможным разыграть слабую комбинацию. Друзья, надо в меньшей степени разыгрывать слабые комбинации. Играйте реже, но играйте только с сильными руками. Тогда будет больше уважения со стороны окружающих. Тогда вы сами будете себя больше уважать. Потому что, в принципе, любой розыгрыш слабой комбинации, он часто бьет по нашей самооценке. То есть, если мы терпим неудачу, даже какую-то локальную маленькую неудачу, это всегда для нас такая небольшая плеуха. Лучше реже, но чаще выигрывать, чем играть все подряд. Ну вот так, друзья. Это были мысли вслух. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И инвестирую вместе с вами. Всего вам самого лучшего. Пока-пока.